Мы снова в нашей студии и продолжаем разговор о проблемах, связанных с пищеварительным трактом у детей. И первая проблема, о которой мы сегодня поговорим, проблема, ну скажем, встречающаяся очень часто. И опять же, очень много различных каких-то мнений, каких-то дискуссий, каких-то вот советов даются всеми, включая средства массовой информации. Этими советами пестрит интернет на различных форумах. Поэтому давайте мы немножечко разберем более подробно и поставим точки над «и» в вопросах, связанных с таким состоянием ребенка, которое называется пищевая аллергия. И вот здесь я убедительно прошу родителей меня услышать, потому что то, что я буду сейчас говорить, это, ну скажем, вещи достаточно простые. С одной стороны, с другой стороны, в этой области очень много различных каких-то течений, каких-то дурацких советов выявляются в средствах массовой информации и в интернете. И, скажем так, действия вот согласно этим советам, они могут привести к очень тяжелым, печальным последствиям. Поэтому мы с вами сегодня постараемся как бы вскрыть этот вопрос, объяснить, что это такое. На некоторые вопросы я, наверное, и не смогу ответить, потому что в медицинской науке эти факты еще и неизвестны. Итак, что же такое пищевая аллергия, почему она встречается так часто, на какие продукты она может быть и так далее. Вот на эти вопросы, что с этим больным ребенком делать, мы постараемся ответить максимально доступно, максимально понятно для вас. Значит, итак, пищевая аллергия, прежде всего надо понять, что пищевая аллергия – это не заболевание. Нет такого, что ребенок болеет пищевой аллергией, его надо лечить чем-то, вот эту болезнь. Это не болезнь. Что же это такое? Пищевая аллергия – это реакция, побочная или патологическая реакция организма, вызвана приемом пищевого продукта какого-то. Почему же она происходит? Почему она вызывается? В основе этой пищевой реакции лежат иммунные механизмы. То есть механизмы ответа организма на прием этого продукта. Соответственно, клетки реагируют определенным образом, выбросом определенных веществ на принятие того или иного продукта. Какого? Любого. Нет продукта, который по своей природе не может вызвать пищевую аллергию. Таких продуктов не бывает. Если говорят, вот, давайте там вот это, она никогда не вызывает пищевую аллергию, это неправда. Дело все в том, что этот ответ, он очень индивидуален. Поэтому ребенок может, любой человек может выдать такую реакцию на любой продукт, и это невозможно предвидеть. То есть механизмы возникновения иммунной реакции человека, то что это такое? Это реакция клетки на что-то. В данном случае мы говорим о реакции клетки на прием того или иного пищевого продукта. Каким образом эта реакция происходит? Клетка в ответ выбрасывает целый комплекс веществ определенных, связанных с иммунитетом. То есть мы с вами наблюдаем в этом случае, можно сказать, что пищевая аллергия – это защитная реакция организма на прием того продукта, который организму не подходит. Соответственно, если это не подходит, значит, это не надо давать. Еще раз давайте сформулируем, что же такое пищевая аллергия, чтобы было понятно. Пищевая аллергия – это патологическая или побочная реакция организма на прием того или иного пищевого продукта. То есть этот продукт для организма не полезен, не нужен, организм на него реагирует плохо и всеми силами старается от него защититься, выбрасывая определенные защитные тела. Эти защитные тела, они вызывают такую реакцию организма. То есть организм говорит маме, не надо давать ребенку вот этот продукт, он для него вреден. Поэтому мы можем воспринимать пищевую аллергию, с одной стороны, как реакцию защитную, с другой стороны, как реакцию для организма неполезную. Бывает довольно часто, что защитная реакция для организма не является полезной для организма. Но тем не менее, это нужно воспринимать именно так. Итак, дело все в том, что в роли вот таких пищевых продуктов или пищевых аллергенов, то есть реакция идет на аллергены, то есть на вещества, содержащие в тех или иных пищевых продуктах, чаще всего, практически всегда, такая реакция является ответом на белково содержащие продукты. То есть пищевая аллергия вызывается на белок. Если в диете нет веществ белковой природы, то пищевой реакции может не быть. Хотя найти продукты, не содержащие либо животный, либо растительный белок, практически невозможно, потому что даже вот клетчатка, даже какие-то вещества, волокна, которые находятся в том или ином продукте, они все содержат тот или иной вид белка. Но надо понимать, что реакция идет исключительно на белковые продукты, на белковые аллергены. Значит, понятно, что пищевая аллергия вызывается по-разному. То есть на какие-то вещества, на какие-то продукты она вызывается чаще, на какие-то она вызывается реже. Так вот, ну скажем, на первом месте по реакции на организм наиболее часто вызываемая пищевая аллергия – это, прежде всего, это куриные яйца и коровье молоко. Вот эти продукты, которые дают наиболее частые реакции. А на последующих местах – это продукты, используемые специфически для каждого региона. Для кого-то это фрукты, для кого-то это овощи, для кого-то это продукты, содержащиеся мясные, для кого-то в каком-то регионе рыбные преимущественно. Так вот, по значимости в плане пищевой аллергии эти продукты являются на третьем месте. Значит, в процессе кулинарной обработки пищевые аллергены могут менять свои свойства. Ну, например, скажем, если мы что-то кипятим или что-то жарим, варим или тушим, в этот момент аллергенность того или иного продукта может уменьшаться. И вот здесь очень интересно, если мы говорим о мясе, о мясе курицы, вот такой момент, который вам будет интересен, насколько это сложно. Вот, например, если мы готовим, скажем так, курицу, то нужно знать определенную вещь. Например, если мы кладем курицу в холодную воду, и дальше начинается процесс приготовления, то при таком раскладе, при таком кулинарной обработке, мы можем, ну, практически безболезненно для ребенка, склонного к аллергии, дать куриное мясо, но ни в коем случае не давать куриный бульон, потому что все аллергены будут деконцентрироваться в бульоне. А вот если мы кладем курицу в горячую воду, уже в кипящую, то тогда мы можем совершенно безболезненно давать куриный бульон, а куриное мясо ребенку, склонному к аллергии, мы давать не будем, иначе он даст аллергическую реакцию. То есть в процессе кулинарной обработки при одномоментном приготовлении, курицы, бульон и мясо мы давать не должны. Вот как пример, да, когда при кулинарной обработке меняются свойства аллергенов. Значит, еще раз хочу вам, как бы, донести до вашего сведения, напомнить, что пищевая аллергия не является заболеванием. Это определенный механизм формирования вот такой, не совсем полезной для организма, защитной реакции, которая, ну скажем, формируется у ребенка в течение, ну из-за течения жизни или в течение его внутриутробного развития, вот вследствие каких-то факторов. Каких? Почему одни дети склонны к аллергии, одни не склонны, в одних она проявляется сразу при рождении, у других нет. На самом деле это совокупность многих факторов. Ну, например, очень большое значение имеет образ жизни и диета матери во время беременности. Ну, скажем, да, если мать во время беременности увлекалась, ну или там тянула, или она просто не соблюдала диету, а ела то, что она любит, например, определенные продукты, вызывающие аллергическую реакцию, ну, чаще, чем другие. Ну, например, мед, клубника, виноград, особенно виноград красного цвета, цитрусовые, то вероятность того, что ребенок родится уже с аллергической реакцией или склонной к аллергической реакции достаточно велика. Дальше, если ребенок рождается уже как бы нормальный, без каких-то патологических наклонностей и происходит нарушение его диеты в течение жизни, он будет выдавать такую реакцию на те или иные продукты в зависимости от той диеты, которая в семье придерживается. Да, допустим, если слишком много какой-то пищевой сбой, пищевой сдвиг произошел, скажем, да, он переел тот или иной продукт, вероятность возникновения аллергической реакции на этот продукт достаточно велика. И после небольшого перерыва мы продолжим разговор о пищевой аллергии и уже познакомимся с какими-то следующими моментами, связанными с этой реакцией организма. Пока я с вами прощаюсь на рекламную паузу, на короткий перерыв. До новой встречи.